ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ Главная астрономическая обсерватория Российской Академии Наук расположена на расстоянии 19 км к югу от центра Санкт-Петербурга, на высоте 75 метров над уровнем моря, на Пулковских высотах. К началу 19 века Академическая обсерватория перестала удовлетворять растущим требованиям астрономической науки, и Петербургская Академия Наук в 1827 году приняла решение переместить обсерваторию за пределы столицы. Решение о создании обсерватории было одобрено императором Николаем Первым, и строительство началось. Обсерватория открылась 7 августа 1839 года. Первым директором стал выдающийся астроном того времени Василий Яковлевич Струве. Открытие новой обсерватории здесь, на Пулковских высотах, важный шаг в развитии российской астрономии. Основным направлением работ в обсерватории в то время было определение положения звезд в пространстве, вычисление прецессии и нутации Земли, аберрации и преломления света в атмосфере, а также поиск и исследование двойных звезд. Пулковская обсерватория занималась уточнением системы географических координат, что было важно для развития средств навигации в России. Здесь были составлены точные каталоги звездного неба, которые использовались для измерения величины атмосферной рефракции, определения абсолютных параллаксов звезд, благодаря которым обсерватория на время даже стала астрономической столицей мира. Измеренный параллакс Веги имеет значение 0,125 секунд дуги, что соответствует расстоянию примерно 7%. Исследования абсолютных параллаксов звезд стали важной вехой в эволюции представлений человечества о космических расстояниях. Солнце оказалось маленькой искрой, затерянной в безбрежной пустоте космоса, в которой даже до ближайших звезд, хоть век скачи, не доскачешь ни в какую сторону. Было уточнено движение оси вращения Земли, что имеет важное следствие в области астрометрии измерения положения звезд, небесных координат и смещения точек равноденствия. Был установлен знаменитый Пулковский меридиан и связанная с ним система координат, которую долгое время использовали русские моряки, пока начальным меридианом не стал гринвичский. К 50-х годовщине обсерватории была создана астрофизическая лаборатория и установлен самый большой в мире на тот момент. Рефрактор диаметром 76 см, выполненный виртуозом изготовления гигантских линз Элвином Кларком и его фирмой. Русская Академия Наук заказала мне изготовить ахроматический рефрактор невиданных размеров, диаметром 39 см. Самой большой нашей проблемой была даже не отливка такого огромного однородного стекла без трещин и пузырей. Самая большая проблема – изгиб трубы длиной более 15 метров. Впрочем, наша фирма смогла успешно справиться с поставленной задачей. Российская астрономия приобрела новое направление. От измерения на небесной сфере и определения положения объектов в пространстве, до изучения физической природы самих этих объектов. В 1890 году директором обсерватории стал Федор Александрович Бредихин, известный исследователь комет, чья классификация формы кометных хвостов используется в астрономии и до сих пор. Классификация кометных хвостов говорит о природе вещества и скорости его истекания из головы кометы. Кроме обычных пылевых и газовых хвостов первого, второго и третьего типа, есть еще и аномальные четвертого типа, направленные не от Солнца, а к нему. Федор Александрович Бредихин пригласил из Москвы Аристарха Аполлоновича Белопольского, первопроходца в области совершенно новой методологии изучения Вселенной – спектроскопии. Химический состав звезд, то, что казалось тайной за семью печатями, стал объектом пристального изучения астрономов. Но кроме химических свойств, по спектрам можно узнать еще кое-что. Белопольский долгое время изучал влияние эффекта Доплера на спектры отдельного класса переменных звезд под названием цифеиды, и это привело его к удивительному результату. Оказывается, эти звезды периодически смещаются вдоль луча зрения, то вперед, то назад. Как это может быть? На основе доработанного мною спектроскопического метода, использующего эффект Доплера-Физо, получен следующий вывод. Измерение для переменных звезд типа Дельта-Цефея показывает то положительное, то отрицательное значение лучевой скорости. Оказалось, что главная причина переменности цифеид – регулярные пульсации, то есть изменение их диаметра. Но поняли это уже гораздо позже исследований Белопольского. А цифеиды стали потом важнейшим методом в определении расстояний в нашей галактике, слишком больших, чтобы можно было бы использовать метод годичного параллакса. Измерения вращения кольца Сатурна дали еще один поразительный результат. Оно не движется как единое целое, а состоит из множества отдельных колец. Сейчас, когда на орбите Сатурна находится аппарат Кассини, этот вывод кажется чем-то совершенно очевидным. Но мы-то помним, что на дворе был конец 19 века. Приближался 20 век, и с ним в астрономию пришла фотография. В 1894 году в обсерватории появился первый астрограф. Астрофотография сыграла важную роль в составлении каталога околополярных звезд в 20-х годах. Ее начали использовать в систематических наблюдениях двойных звезд. И, конечно, огромное значение астрофотография играла в поиске и открытие комет. В 1904 году при помощи зенит-телескопа началось регулярное наблюдение перемещения полюса мира, вызванное при цессии земной оси. В 1920-м обсерватория начала передавать сигналы точного времени. Казалось, эпоха перемен в России никак не затронет тихий тенистый парк и белые купола на Пулковских высотах. К тому же молодое советское государство было заинтересовано в развитии новой советской науки, пообещав всяческую поддержку обсерватории. Но в 1937 году трудные времена пришли и сюда. В этом году были репрессированы многие астрономы, включая директора обсерватории Бориса Петровича Герасимовича. А дальше была война. Через Пулковские высоты прошла линия обороны Ленинграда. Здесь рвались бомбы и снаряды. Все здания были полностью разрушены. Астрономы, кто ушел на фронт, а кто был эвакуирован в Ташкент. После окончания войны в 1954-м восстановленная из руин обсерватория возобновила свою работу, став еще краше, чем была. В ней открылись новые отделения, радиоастрономическое, а также отделение под руководством Дмитрия Дмитриевича Максутова, которое занималось изготовлением оптических инструментов. Все сохранившиеся инструменты были восстановлены, кроме одного, самого большого рефрактора, на смену которому пришел новый 26-дюймовый. А объектив, изготовленный в прошлом веке Кларком и его сыновьями, до сих пор хранится в музее обсерватории. Именно здесь Дмитрий Дмитриевич Максутов придумал свою гениальную конструкцию телескопа, которую смогли оценить только спустя несколько десятков лет. Схема компактного Менесского телескопа, разработанная Максутовым, была проста, как и все гениальное. Благодаря Менеску, простой в изготовлении линзи, удалось скорректировать аберрации сферического зеркала. Получившийся телескоп был настолько хорош, что стал серийно выпускаться в Ленинграде и Новосибирске. Были построены и большие профессиональные телескопы по схеме Максутова. В Пулковской изобретались и пробовались многие новые подходы к механике, оптике и конструкции телескопов. В середине 70-х на основе этих исследований были построены самые большие телескопы в мире, Ротан-600 и БТА, специальной астрофизической обсерватории Академии наук СССР. Виктор Амазаспович Амбарцумян занимался здесь исследованиями туманности и звездных ассоциаций, скоплений молодых и горячих звезд. Большую известность приобрели его работы в области изучения эволюции и столкновений галактик. Эта тема сейчас находится на самом переднем крае науки. Она чрезвычайно важна для понимания эволюции как всей Вселенной, так и ее отдельных частей. И одним из первопроходцев здесь был Академик Амбарцумян, чей вклад в звездную и внегалактическую астрономию был признан во всем мире. Борис Натанович Стругацкий – великий советский писатель-фантаст, без сомнения, один из лучших научных фантастов всех времен. Говорят, некоторые персонажи в повестях «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о тройке» были срисованы с астрономов Пулковской. Какие именно и с кого астрономы не признаются. В Пулковской обсерватории работали в разные годы выдающиеся астрономы и оптики – Козырев Николай Александрович, Пономарев Николай Георгиевич, Тихов Гавриил Адрианович и другие. Пулковская обсерватория – не только здание на одноменных высотах под Ленинградом. Питерское небо, пасмурное, загрязненное близостью мегаполиса, не годится для точной астрофизики. Поэтому с начала 60-х Пулкова создавала наблюдательные станции в более благоприятных местах, устанавливая там телескопы. Была создана горная станция под Кисловодском, лаборатория в Благовещенске, отделение в Николаеве, астропункты на Памире, в Армении, в Узбекистане. Прекрасный широкоугольный астрограф АЗТ-16 был установлен в Чили, на Сьерра-Эль-Робале. Там он и остался после падения коммунистического режима Альенде. Построена станция в Боливии. Метровый телескоп АЗТ-24 системы Ричи Кретьена, изготовленный на Ленинградском оптикомеханическом объединении ЛОМО, по соглашению с Римским университетом, установлен и эксплуатируется совместно пулковскими и итальянскими астрономами в Италии на обсерватории Кампо Императоре. В 80-х годах Пулковская обсерватория участвовала в программе наблюдения кометы Галлея. Одно из самых ярких исследований пулковских астрономов – изучение близкой сверхновой SN 1987A в Большом Магеллановом облаке. Международную известность и признание получили исследования поляризации излучения в космосе под руководством Юрия Гнедина. Поляризация света дает важную информацию о величине и геометрии магнитного поля в источнике, химическом составе, форме и размерах рассеивающих излучения частиц, о степени однородности поверхностной яркости источника света. Тема поляризации света затрагивает такие важнейшие вопросы современной астрофизики, как источники сильных магнитных полей. Это черные дыры, белые карлики, активные ядра галактик и т.д. Источником поляризованного света может быть синхротронное излучение, которое спускают электроны в сильном магнитном поле – крабовидная туманность. Даже свет, отражающийся от кометных хвостов, поляризован. Причем поляризован по-разному – в разных частях головы и хвоста кометы. В 1995 году физик-теоретик обсерватории Сергей Красников выдвинул предположение о возможности создания в рамках общей теории относительности так называемой трубы Красникова. В отличие от популярных червоточин, труба Красникова не дает выигрыша в пространстве, когда можно попасть из точки А в точку Б. Путешественник все равно перемещается между звезд с околосветовой скоростью. Однако есть возможность, искривляя пространство позади космического корабля, создать некую трубу в четырех измерениях, двигаясь через которую обратно, также с околосветовой скоростью, можно попасть на Землю в момент времени, позже момента старта корабля всего на несколько лет, не нарушая при этом принципы причинности. Эта работа получила большой резонанс в научном обществе. Ее результаты продолжают серьезно обсуждаться и сейчас. А вот это башня большого 26-дюймового рефрактора. С помощью роботизированного большого рефрактора Пулковской обсерватории продолжается изучение двойных звезд. Благодаря предложенному Алексеем Алексеевичем Киселевым методу вычисления орбит по короткой дуге, теперь можно определять элементы орбит компонентов двойных систем по данным всего лишь нескольких лет наблюдений, что существенно упростило работу астрономов. И вот этот телескоп, собственно говоря, со временем своей установки, с 50-х годов и по сейчас, в основном работает на эту программу. Каждую ночь автоматически снимаются десятки пар. А кроме того, спутники планет, астероиды, ну и такие вот астронометрические работы. Планета сами по себе. А первые измерения отклонений в движении звезд, проведенные Натальей Андреевной Шахт на этом же рефракторе, дали возможность выдвинуть предположение о наличии экзопланет в некоторых системах задолго до начала экзопланетной лихорадки и запуска телескопа Кеплер. В наше дивное время, время бурного развития технологий и падения общего уровня образованности, удивительных открытий фундаментальной науки и одновременно распространения самых диких предрассудков и мракопесия, башни Главной Астрономической Обсерватории Российской Академии Наук возвышаются на Пулковских высотах как символ стойкости российской науки и ее международного значения, олицетворяя собой великую страсть человека к познанию мира. Чудеса и диковины? Передай дальше. Каждый год вот здесь, например, галки длить гнезда в куполе. В куполе? Там сверху, да. И здесь такая программа антигал, в этом самом, в роботе, которая каждые 15 минут дергает купол, чтобы днем в купол все время вращался, и галки бы не могли слить гнездо. Привет и добро пожаловать в очередной... Ну и села над нами, слышишь? Нам рады. Идет запись, солнце. Я знаю. Ее бы снять. И съела, иду, иду, слышишь? Музыка. 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 Продолжение следует...